Рассказать правду и связать воедино прошлое, настоящее и будущее. Такую задачу поставили организаторы патриотической акции «Мы армия страны, мы армия народа». Эти строчки из военной песни, знать которую нужно так же, как и знать о великом подвиге советского народа, особенно в ситуации, когда историю пытаются переписать. В одном из вагонов, названном «Дорога памяти», размещены терминалы для просмотра и внесения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Посетители начинают осмотр с экспонатов мирной и довоенной жизни, а затем знакомятся с экспозициями, связанными с Великой Отечественной войной. Очень здорово, что у наших юноармейцев, у кадетов появилась и наши молодежи возможность ознакомиться с этой современной экспозицией, увидеть образцы современной техники и еще раз узнать историю. Одна из частей состава посвящена достижениям российских войск. Зрители могут увидеть новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронемобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция СВ», которые представлены сразу на трех платформах состава. Еще на одной платформе размещены военные трофеи, привезенные из Сирии. Среди них бронеавтомобили «Пантеры» и «Хаммер-1». Первыми экспонаты агитпоезда осмотрели самарские юноармейцы. Организаторы акции не обошли вниманием и тему пандемии. В вагоне, названном победой над невидимым врагом, можно увидеть красную зону ковидного госпиталя, сдать тест на коронавирус и получить телеметрическую консультацию с военным врачом. Состав, который сопровождает концертная бригада, проедет через всю Россию до Владивостока. Виктория Шарая, События.